Югаватар, правда, вам хотел вопрос задать. У нас здесь есть такой вопрос, как, живя в материальном мире, сохранять сознание ученика. Это вот такая проблема возникает у преданных, когда какое-то мероприятие, ретрит, фестиваль или праздник в храме, и так очень много вдохновения приходит, энтузиазма. Но потом человек возвращается к своим обязанностям. Мы не можем оставить полностью свои обязанности, куда-то их задвинуть и оставить только вот такие самые лучшие анги преданного схожения и из них свою жизнь построить. Все равно есть какой-то долг в этом мире, работа у людей есть, дома нужно поддерживать и так далее. Очень много всего. Как сохранять сознание ученика? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Что бы вы посоветовали? На самом деле, спасибо. Юго-Тар Праба уже ответил на этот вопрос полностью, потому что я хотел сказать вначале, что он ушел от ответа. И потом Матаджи Кришна Пре помогла ему тоже уйти от этого еще дальше. Хотя он сказал очень важные вещи, но по сути, я хотел спросить у преданных, которые здесь сидят, а кто из вас хочет, чтобы Духовный Учитель, приезжая в ваш город, спрашивает первым делом, а где вот такое-то, такое-то или такая-то, такая-то? Про вас. Кто из вас хотел бы, чтобы Духовный Учитель защищал вас, отставил вашу честь, вашу репутацию от тех, кто на вас что-то там плохое говорит? Говорит, нет, я знаю его, я доверяю. Кто из вас хочет, чтобы Духовный Учитель всегда требовал вашего личного присутствия? Кто из вас хочет, чтобы Духовный Учитель первым делом спрашивал, где вы, все ли у вас хорошо в вашем городе? Я не буду вас просить руки поднимать. Кто из вас хочет, чтобы Духовный Учитель лично исправлял вас, когда вы делали что-то не так? Ну, я не буду, все, наверное, руки. Кто из вас хочет такого личного соприкосновения? Хотите секрет узнать, как этого добиться от гуру? Станьте оригинальным секретарем. Каждый раз, когда я приезжаю в Белоруссию, сочетал Неранжина Махаража, Неранжина Махаража делает именно это. Где Егватар? Егватар, почему это так, почему это не так? Почему ты сделал это не так? И долгое время его отчитывают. Говорит, как все делать нужно правильно. Егватар пропустит. Вот он, Матыша, Матыша и Кришна Прея, про титрадочки, сказал, у него знаете, сколько титрадок? Исписанных наставлениями Духовного Учитель. Каждый раз сидит, но что-то пытается говорить свое оправдание, но Духовный Учитель сметает все эти оправдания, и говорит, пиши титрадку. И потом, когда другие преды встречаются с Челонеранжина Махаража, мы что-то говорят по Югаватару пробу. Знаете, что говорит Югаватару Махаража? Он говорит, он принял на себя ответственность, поэтому я всегда буду поддерживать его. Я буду говорить ему то, что ему нужно услышать от меня, а вам буду говорить о том, какую ответственность он на себя несет, и как я люблю его за это, как я его поддерживаю за это, и как я всегда буду ему помогать. И когда он отправляется в поездку по Беларуси, говорит, где Югаватар без него, я никуда не поеду. Кто из вас хочет таких отношений с Духовным? Уже так, наверное, нет. Такой ценой никто не хочет. Но это то, что Югаватару по сути сказал в конце, но он из своей скромности не смог привести пример. А я его скромностью не связан. Поэтому я могу привести пример по нему. Вот так можно оставаться, как был вопрос учеников в материальном мире. Принять на себя мечи духовного учителя, который Духовным очень лично поручил вам, и который он будет помогать вам осуществлять. Даже если физически его не будет с вами, как Шиллупа, она говорит, я всегда чувствую присутствие своего Духовного Учителя, потому что всегда служу его миссией. И это доступно каждому. Потому что столько регионов просто у нас нет, на всех. Но у каждого свой регион, своя кшетра есть, и каждый может чувствовать на себе заботу Духовного Учителя. Еще один секрет, лайфхак от Шиллони Ранжи на Махараджа, чтобы почувствовать его внимание к себе. Я уверен, такой же лайфхак применим к ученикам Бхактифигиана Махараджа и ко всем другим Духовным Учителям. Если вы берете на себя ответственность за духовную жизнь других преданных и помогаете им в духовной жизни, так, как делает Югаватар Прабу и другие его коллеги по цеху, Духовный Учителя будет помогать вам. Я буду очень вам благодарен за то, что вы помогаете другим в их духовной жизни. Харе Кришну. Вот приходишь к этому пониманию. А на следующий год я уже знаю, о чем буду говорить. И вот как раз Мадамахан Прабу как раз тоже так напомнил. И я понял, что нужно об этом поговорить. Опытом поделиться, возможно, о том, что значит быть учеником и как духовнички наказывают ученика. Потому что мы все думаем близкие отношения, это знаете, это вот такие все романтические, он все время голубь джамону дает, все время по головке кладет, но быть близко, быть рядом с Духовным Учителем, это непросто. И вот, что значит быть вот таким учеником. Я, наверное, может быть, к тому времени, может быть, еще больше опыта получу такого, знаете, да, нет, еще больше такой близости, то есть вот как духовный учитель. В чем оно, вот сейчас отвечали, да, вот вторая инициация, приближение к Гуру. Ну вот, Шила Прупада говорит, что приближение к Гуру, это означает, что Гуру он будет отчитывать. Это признак того, что Гуру приближают ученика, то он начинает ученика отчитывать. Вот здесь у меня достаточно, конечно, вот этих всяких, таких историй, может быть, таких жизненных.